Он открыл компьютер и в Украине тыкни в дверь, кому она нужна на завчинке. Шансов ноль. Кем я разговариваю, никто не хочет слышать. Кто не продавал, тогда я машину. Понимаете, о чём я говорю? Окей, да? Короче говоря, работая на объявление, я прихожу домой, несчастный, но бизнес начался, деньги нужны, машина не продаётся. Мне что-то говорят. Какой-то парень звонил, спрашивал про машину. А я вот так сказал, звонят, и вот так, это американская машина. Он не ставится разговаривать. Потому что уже эти показы, разговоры надоедить. Звонит второй раз парень. Я беру трубку. Здравствуйте, а у вас с какой у вас машина? Я говорю, это американская машина. Я говорю, да, американская машина, я имею в виду. А какого цвета? Я говорю, золотистого. Он говорит, али, приколь, что-то не было. Я говорю, ну, Роман, это ты что-то? Он говорит, ой, идиан. Я говорю, что тебе надо? Я на тебя добавляю, скотина. Он говорит, а можно посмотреть вашу машину? Я говорю, слушай, у меня сейчас столько дел, у меня сейчас новый бизнес. И чтобы ты смотрел мою твою машину, мне неинтересно. Он говорит, нет, ну, правда. Я говорю, пошел вон. Он говорит, ну, где машина хотя бы стоит? Я говорю, возле дома. А мне бы еще в доме. Я говорю, я вот так пошел. Поменяла, до свидания. Думаю, иди. И дальше делами занимаюсь, у меня бизнес. Мне нужны деньги. У меня сейчас все кипяток, горит. Я буду рассказывать, как все горело. Мы будем тут тренироваться. Звонок опять. Али говорит, ну, я уже под домом стою. Он выйдет. Я выхожу стоять. Я его не люблю. Прошел, посмотрю, я не люблю. Он говорит, о-о-о, у вас новые колеса и маме. Я говорю, а ты думал? Я ж не так, как ты. Посмотри, лампочки посмотрели. Все. О-о-о, вы ухаживали на машине. О-о-о. Я говорю, ну, что надо? Он говорит, ну, продайте мне машину. Вы слышали, что я сейчас? Продайте мне машину. Я начал умирать. Но такого не бывает. Я говорю, ну, ладно, если хочешь. Он сказал, сколько вы за нее просите? Я только что хотел, мечтал тысячи. Я говорю, а, у меня снилось тысячи. Я говорю, четыре двери. О-о-о, четыре двери. Он говорит, вы что думаете, что те пять тысяч, которые мне дали, они есть? Все, с чем все побыстры. Давайте за четыре. Я говорю, давайте. Зарпу. Зарпу. Зарпу его раз. Он из кармана достает четыре тысячи долларов. Я подачем достаю доверенность. Рву доверенность на глаза, бросаю ему ключи, набираю деньги. И он уехал. А я стою. И вдруг я вспоминаю, что я совсем недавно, несколько дней назад, в сердцах, робко, не могло долго так. Я стеснялся. Попросил у Бога. Я вспомнил, что ты же верующий. Я же могу помолиться, и Бог мне поможет. Я говорю, Боже, ты меня просил. Я говорю, какие-то такие просьбы. Как вы африканскую машину продали? Ну, ты меня, пожалуйста, проекти. Ну, может быть, как-нибудь. Ну, я не знаю уже как. Ну, пожалуйста, помоги мне. Три дня. Мало того, покупатель. Тот же самый виновник всего. Не певел и не забрал. Поэтому, если вы это услышали, то вы понимаете, на что я опирал и какую помощь я получаю. Но это не конец истории. Через месяц, а у меня начался месяц, и деньги мне так помогли. Первый месяц я заработал больше тысячи долларов. Второй месяц самый счастлив. Каждый месяц, десятую часть, я отдаю Богу. И мы вот с Ириной записали свою цель, что в декабре месяц отдать Богу тысячу долларов. Десятую часть. В январе месяц я отдаю тысячу долларов. Одиннадцать тысяч. Он 15, он 16, он 20, он 25 тысяч долларов. Три, сорок, пятьдесят, 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 шестьдесят тысяч долларов в месяц. Шестьдесят тысяч долларов в месяц. С ума сойти! И все это болелось на меня после того, когда я, чтобы подбить туфли, готовился финансовую неделю. Понимаете? Убить рубашку, это событие было. И вдруг такой обвал денег. И он в состоянии такой приподности. Через месяц, после того, как я начал этот бизнес, Я уже понял, все, дело пошло. Дело сделано. Я поеду в Синкерополь на рынок подбирать свой автомобиль. У меня распоряжение, я на прикину, уже было десятка. Так я думаю, на десять тысяч долларов под займу. Деньги будут на десятку. Настоящую машину выбираю. За десять тысяч долларов. Впервые. Мне уже было за пятьдесят. Впервые такую дорогущую машину. Хожу, выбираю. И говорю, смотри, у него морожен. Роман. Он хороший парень. Стоит его море. Его фон дефон. Весь обклееное объемление продается. И рожа у него кислая кислая. Я задаюсь вопросом, зачем надо было купить свою старую машину, чтобы через месяц поездить ее продавать. Как вы думаете? Кто это может организовать? Согласны? 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 Мы�� богом. Из этого момента, дам interventions. Мой бизнес пойдет. И мне пришлось, просто пришлось принять месяцев. о котором я сегодня вам хочу сказать. Мы с вами бизнесмен. Мы продаем продукты. И наша главная работа организовать дело так, чтобы было много людей, которые пользуются продуктом, продают немножко в родницу, и набирают новых людей, которые пользуются продуктом, продают немного в родницу, и набирают новых людей, и так добить конечности, пока в организации не будет заменевал партнеров. Надо просто запустить этот процесс. Просто научиться лично набирать как можно больше людей, чтобы они повторяли свои действия. Элементарная вещь. Нужно научиться строить сети. Все мы этим и занимаемся. Наша профессия называется сетевик. Построитель товаропроводящей сети. Сеть, через которую двигается продукт. Как он двигается? Я сам пользуюсь этим. Мне нравится. Я рассказываю об этом с другим. Они начинают это использовать. Покупают у меня продукты. А некоторые, большинство, включаются в бизнес, чтобы по опыту на стенах покупать, чтобы пользоваться, продавать на роднице зарабатывая деньги и набирать новых людей. И когда это происходит эффективно, то сеть растет стремительно. Чем больше важней группы людей, тем больше людей, работая на себя, работают на нас с вами. Так вот, существует масса способов и методов набирать людей. И вот тот, кто стал искусным в этом деле, тот, кто... Я не знаю, я 16-й год занимаюсь этим уделением. Я сконцентрирован только на одном. 97% моих усилий набирать новых людей. Моя задача набирать новых людей. И помогать этим людям набирать новых людей. Чистая практика, больше ничего. Никакой теории. Вот у меня. Я понял, что чем проще все это делается, тем, чем стремительно это все происходит, тем лучше. Главное, чтобы был хороший продукт и чтобы были щедрые выплаты. Чтобы это возбуждало людей от использования продукта и от хорошей зарплаты. Вы понимаете? Я работал разными способами. У меня была масса, масса опытов работы на холодном рынке. Я работал исключительно с незнакомыми людьми. Попадали знакомые какие-то... Были у меня вспышки быстрого роста бизнеса. Потом, правда, газ. И я анализировал, что там, где я работал со знакомыми людьми и помогал быстро продвигать этот бизнес, все начинало расти. И по домам, по квартирам, вот это все быстро. Как только я начинал массированно, но потом меня сбивало смысл с новой тренинги, новые какие-то умники, какие-то новые рекомендации. Еще что-то, я сам входил от этого. Начинал массивно заниматься рекламой, отклеивал заборы. Уберем живота и бедер. Беснис, то-все. Все, капалось назад. Короче говоря, чего только. И софт я раздавал, на заборах клеил, и битборды делал, и по радио-телевидению рекламу давал, и в подворотнях стоял, и значок ходил, и наклейки всякие на портфеле где-то было. Все, что я мог, я все делал. А новый бизнес у меня начался, и у меня получилось. Я вам сейчас расскажу короткую историю, и мы приступим.